Так, значит, пришли мне диски-слики, и заказывал я 14-го, по-моему, января, или 15-го января, сегодня 31-го, вчера я их забрал, то есть на все про все ушло 2 недели на их доставку, заказ и оплату, по сожалению, из Тольятти, открывать приходится топором, потому что больше ничего нету. Параметры еще никто не видел, 7,5 на 17, 66,6, естественно, 5 на 112, и самое главное, что вылет 34, в отличие от стока, в 54. Вот в этих, кстати, вылет 43, и они немного, вон, как бы, практически идут с аркой. Ну, а 34 будут, наверное, где-то вот, грубо говоря. Ну, как мне кажется, все упаковано достаточно так, аккуратненько. Я не знаю, я до этого никакие диски, кроме реплики, не распаковывал на А4, поэтому. Там все было просто в коробке, поэтому, не знаю, может, все диски так походят. Нет, терепликовские. Ну, вот, ну, в общем-то. Довольно-таки симпатичная вот эта крючечка, колпачок, точнее. Я думал, что он будет серый, потому что обычно на всех картинках он серый. И почему такой дизайн? Не знаю, подходит он мини-ку или нет, но он, в общем-то, довольно-таки классический, и такой можно увидеть на многих машинах, в том числе на Vigane RS, моим любимым. Одеть это все будет на федерлы. Точнее, наоборот, федерлы будут одеты. На 215-407. Не 45, потому что 45 я уже проиграл в прошлом году, ничего там, ничего из этого хорошего не получил. Надевать на машину не буду, потому что мне лень. Хотя, по идее, может быть. Но думаю, что оставлю это дело до писаной. Выбрал матовый цвет, потому что, как мне показалось, что матовый цвет, он, во-первых, как-то симпатичнее, чем глянцевый черный, и он подойдет вот к котелью. Пластиковым накладкам на арке. Заказывал я диски, кстати, на официальном сайте завода сликовского, slick.com.ru И сначала нашел сайт slicks.ru Думал, что это официальный их сайт завода. Но потом показалось, что это какой-то магазин в Нижнем Новгороде. И даже несмотря на то, что они мне выставили счет, решил все-таки покупать не у них, потому что непонятно. Всегда мне заказать через Нижний Новгород, если можно заказать напрямую через у завода. Если вы заказываете там, не знаю, через магазин в Питере, это одно, а через магазин в Нижнем Новгороде, это какой-то бред. Хотя по сайту мне скажут, что сайт официальный завода чем-то отличается от дистрибьютора. Ну, или представитель даже, как это вправе. Так, что касается веса, 10 килограмм, 10 килограмм, 10 килограмм, 10 килограмм, 8 килограмм. Ну, допустим, что весы выдают погрешность в полкилограмма, потому что, по крайней мере, хочется верить, что они дают такую погрешность, потому что на сайте у них вес этого диска указан 7,8 килограмм. Хотелось бы, конечно, хотя бы 8, но 8,3 так 8,3. Это у нас будет без коробки. Та-да-да-да! Момент истины. Ошутка. 18 и 9. Можете посмотреть, сколько весит зимняя на охват. Вообще, ее надо выкинуть, непонятно, что он здесь делает. 8,6. к сравнению федералы, весит 10,6 килограмма больше, чем... Это просто комплект летний. Как видно, уже он такой. Давай, до свидания. И вот, самое интересное, что я помню, что когда я взвешивал вот этот комплект летом, в начале прошлого лета, он весил 20, сейчас он весит меньше. Может, из-за того, что у него протектора уже совсем нет. Есть еще такое мнение, что федералы, их ширина, что указывается, что их ширина меньше, чем на самом деле должна быть. Вроде так смотрим. Но чисто визуально они действительно может быть чуть-чуть на полсантиметра пошире. Не знаю, видно это на камере или нет. Вроде чуть-чуть пошире, но как бы хрен знает. И самое главное, что меня беспокоило после веса, потому что эти колеса больше, чем сток на 9 миллиметров, а эти, по-моему, меньше, чем 4, ой, меньше, чем сток на 4, по-моему, как так. Но в любом случае они поменьше по высоте. Тут, наверное, не скажешь. Слики, конечно, смолчится покруче. Да.